Вопрос о том, какие пригласительные делать. Есть идеи родителям и близким родственникам сделать в бумажном формате, а остальным гостям в электронном. Делают ли так или же выбирают один формат для сайта? Да, так делают, причем так делают, могу сказать, в большинстве случаев сейчас, честно говоря. То есть, если раньше была вот эта вот история популярна с пригласителями в виде сайта, то сейчас пригласительные вот в таком формате, когда это какой-то электронный пригласитель, то есть это та же карточка, отфотографированная красиво, тот же конвертик, отфотографированный красиво, там и прочее, раздается всем гостям, рассылается. Потому что сейчас в век современных технологий, конечно, век современных технологий проще, проще порой отправить этот пригласительный на WhatsApp куда-то, в Instagram куда-то, чем отправить той же почтой. Хотя, повторюсь, старшему поколению, для старшего поколения это важно, чтобы они подержали в руках, вот этот тактильный контакт подержали в руках, открыли, посмотрели, положили куда-то, сохранили. Поэтому да, так чаще всего и делается, так чаще всего и делается. А если пригласить устно, сами пригласительные раздать позже, уже с актуальным таймингом. По поводу устного пригласительного. Вообще, я за то, чтобы до того момента, как вы начнете искать и бронировать площадку, чтобы вы понимали плюс-минус, сколько у вас все-таки будет гостей. Это реально тоже такой важный нюанс при подготовке к свадьбе. Я обычно об этом молодоженам говорю. Почему? Потому что вы можете рассчитывать, предположим, на 100 человек. И 100 человек, ну и, соответственно, вы ищете площадку на 100 человек, находите площадку на 100 человек, там депозит соответствующий на 100 человек, предположим, депозит. Они понимают, что так, но если 100 человек, значит, по-любому вы на 400 тысяч рублей, предположим, закажете банкет. То есть там 4 тысячи рублей на человека, плюс-минус. И тут у вас выясняется, что у вас будет не 100 человек, а 50 всего лишь, потому что оставшиеся 50 по какой-то причине не могут приехать. Кто-то уехал, кто-то что-то запланировал, кто-то болеет и прочее, прочее, прочее. И получается, что вы в любом случае должны будете оплатить вот этот вот депозит 400 тысяч рублей. И в любом случае вам придется размещать каким-то образом столы, чтобы это было красиво, чтобы не было ощущения, что там горошинка в стоге сена и прочее. Поэтому сначала нужно понять, сколько в реальности будет человек, плюс-минус хотя бы. Поэтому, кстати, на многих европейских свадьбах, на американских свадьбах есть отдельная еще такая карточка, которая отправляется до момента создания пригласительных. Эта карточка называется Save the Date. То есть сначала гостям отправляется эта карточка Save the Date. То есть гости получают ее, сохраняют, где написано «сохрани вот эту дату». То есть в эту дату ничего не планируй. А дальше, только спустя время, молодожены уже рассказывают, что же будет в эту дату, какой тайминг, какой план дня и прочее, прочее, прочее. Но когда молодожены отправляют эту карточку Save the Date, это они делают для того, чтобы гости дали подтверждение, будут ли они в этот день или не будут. Вот для этого это и делается. Поэтому, так как вы не отправляете эту карточку Save the Date, то хотя бы позвонить и узнать, ребят, а будете вы, а планируете, а получится, не получится, ну хотя бы предварительно, хотя бы плюс-минус, чтобы иметь представление, сколько будет человек, я думаю, что сделать нужно. Жду от вас пальчики вверх. Очень мало пальчиков, девчонки, мальчишки, жду пальчики вверх. КОНЕВА ИРИНДА Субтитры подогнал «Симон»!